Читательская грамотность. Как формировать читательскую грамотность на уроке? Базовым навыком функциональной грамотности младших школьников считается именно читательская грамотность. Это умение человека понимать и использовать песенные тексты, анализировать, изучать их для решения жизненных задач. Функциональная читательская грамотность заключается в понимании текста, аудио- и видеоинформации, восприятии, использовании воспроизведения информации, преобразовании информации одной формы в другую, прогнозирование, представление, выводы в густной и письменной формах, применение знаний в повседневной жизни. Международное исследование ПИЗа проверяет сформированность учащихся следующих читательских умений. Найти и извлечь информацию из текста, интегрировать и интерпретировать, осмыслить и оценить сообщение текста. Умение первое. Найти и извлечь информацию из текста. Просмотр текста позволяет выявить необходимую информацию, которая может представлять собой несколько слов, предложений или числовых значений. Поиск информации среди нескольких текстов позволяет выбрать наиболее подходящий текст с учетом условий задания. Учебные программы направлены на формирование читательской грамотности через следующие подразделы. Понимание содержания информации, определение темы основной мысли информации, прогнозирование содержания информации, формулирование вопросов-ответов, извлечение необходимой информации из различных источников. Умение второе. Интегрировать и интерпретировать сообщения текста. В данном случае проверяется то, как учащиеся умеют выявлять буквальный смысл сообщения, обобщать информацию и делать выводы. На формирование данного умения направлены следующие подразделы учебной программы по русскому языку. Создание текстов разных типов и стилей, создание текста по опорным словам, изложение содержания прослушанного, прочитанного текста, написание текстов различных типов и стилей с использованием различных форм представления. Умение третье. Осмыслить и оценить сообщения текста. Заключается верификация текста, размышления над содержанием и формой, обнаружение и устранение противоречий. Развитие данного умения работать с текстом реализуется через подраздел нахождение и исправление ошибок в тексте. А также через подразделы учебной программы по другим предметам начальной школы. Например, в предмете естествознания этому посвящены подразделы роль науки и исследователей и методы познания природы. Следующей важной составляющей читательской грамотности являются тексты. Мы привыкли их классифицировать по жанрам, однако следует обращать внимание на различные форматы текстов. Сплошные, не сплошные и смешанные. Этапы работы со сплошными текстами представлены в учебных программах по русскому языку и литературному чтению. Сплошные тексты обычно состоят из предложений, соединенных в абзацы. Абзацы, в свою очередь, могут быть соединены в параграфы и главы. Какие задания можно предложить при работе со сплошными текстами? В начальной школе это могут быть задания, направленные на развитие обогащения словарного запаса. Например, задание главе из книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы, изучаемые во втором классе». Учащимся предлагается прочитать понятия и толкование слов и соединить их парой. В целях дифференциации можно предложить определить грамматические значения ключевых слов и составить со словами новые предложения или тексты. При знакомстве с басней Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, Щука и Рак» ученикам третьего класса можно предложить составить свой рассказ, подтверждающий мораль басни, изменив при этом жанр произведения, выступить в роли адвоката и попробовать оправдать действия героев басни или предложить свой способ решения сложившейся конфликтной ситуации. Прежде чем мы перейдем к обсуждению заданий по следующему произведению, предлагаю воспроизвести в памяти небольшой отрывок из него. Яскен Елюбаев Легенда о ласточке И к старику летят, летят на всем скаку, на гайки свищут, грозно блещут сабли. Пора прощаться с жизнью старику. От страха ноги у него ослабли. «Где твой народ?» Спросил с усмешкой хан. «Опять свободу добывает бегством». Старик стоял, молчал как истукан, напуганный невиданным соседством. «Я жду, иначе эти молодцы ногайками почешут тебе спину». Старик чуть слышно прошептал. «Птенцы! Мне страшно, хан. Но как я их покину? Никто не вправе разорять гнездо и рушить жизнь чужую в одночасье. К тому же, хан, я твердо знаю, что нам ласточки несут на крыльях счастье. Меня убей, а их прошу, не тронь». И голову старик склонил седую. Под ханом бил копытом резвый конь. «Овсадник теребил в раздумье сбрую». Притихли все. Свой взгляд простер вперед. Искусный и отважный полководец, шепча под нос. «Да, здесь живет народ. А я ведь думал так себе. Народец». Чтение – это средство обогащения личного и социального опыта ребенка. Предложите ученикам выполнить задание «Палитра чувств». С помощью этого задания ученики смогут проанализировать, как изменялось состояние героя, в какой последовательности и почему одно чувство сменялось другим. Ученики смогут пронаблюдать изменение собственного настроения в процессе чтения легенды. Следующий ряд текстов – это несплошные тексты. Тексты, сочетающие в себе несколько источников информации, с которыми учащиеся чаще всего встречаются в реальной жизни. К несплошным текстам относятся графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические карты, различные планы, входные билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов, рекламные постеры, меню, обложки журналов, афиши, объявления и буклеты. Чтение в период начального обучения является одним из главных средств открытия мира, поэтому важно осуществлять комплексное формирование функциональной читательской грамотности на всех предметах начальной школы. Рассмотрим пример задания для урока познания мира во втором классе. Учащимся предлагается рассмотреть несплошной текст, представленный в виде железнодорожного билета, и ответить на вопросы задания. Как организовать и развивать читательскую грамотность на уроках математики? Третьеклассникам в качестве несплошного текста можно предложить схемы рассадки в поезде или в самолете. Организация работы в группах позволит учащимся выбрать ключевую информацию из текста, обсудить ее внутри группы и представить результат обсуждения широкой аудитории. Ситуация – это еще одна составляющая развития читательской грамотности, разнообразные цели чтения и контексты, в которых необходимо ориентироваться с опорой на текст. Ученики первого класса могут доказать, что перед ними таблица, так как у нее есть толпцы и строки. Информация представлена в виде рисунков и отражает ежедневные действия учеников. На примере данного несплошного текста первоклассники смогут создать собственный текст. Формирование исследовательских навыков учащихся базируется на читательской грамотности. Умение проводить исследования и фиксировать результаты в форме таблицы, диаграммы или текста неразрывно связано с навыком чтения данных текстов. Следующий вид текстов – это смешанные тексты. Тексты, которые содержат черты сплошных и несплошных текстов. Это могут быть журналы, веб-страницы сайтов и электронных приложений. Рассмотрим пример комплексного задания на основе смешанного текста. Учащице предлагается изучить меню на сайте заказов, определить количество комбинаций, вычислить стоимость самого дорогого и самого дешевого из вариантов, определить экономию средств при выборе дешевого варианта блюд, создать собственное меню из полезных блюд и оформить данное меню для размещения на сайте заказов. Чтение – неотъемлемый элемент культуры общества, средства воспитания и образования развития личности. Умение читать уже не может считаться способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте. Теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть читательская грамотность, которая совершенствуется на протяжении всей жизни.